Всем привет! С вами Зак. Сегодня мы с вами постримим Defrag. Это мод для Quake 3, где нужно проходить карты на время, используя всякие достатки и недостатки физики оригинального третьего Quake. Я в Defrag играть особо не умею. Я не умею играть на оружиях вообще, умею только стрейфы, то довольно плохо, но как факт учиться надо, поэтому буду потихонечку учиться, учиться играть. И пока что начну со стрейфа, потому что оружие у меня опять же не получается. Возможно, когда-нибудь я начну проходить карты с оружием и так далее, но пока что только стрейф и только-только стрейф. Ну, попутно еще скоро намещается чемпионат мира 2017 года. Надеюсь, там хотя бы отборочный первый нулевой раунд какой-нибудь из этих раундов пройти. Там обычно карты на стрейф, поэтому буду учиться пока что стрейфу. Так что не судите строго. Да, и судите, господи, вообще похуй, если честно, как всегда. В общем, начну с каких-нибудь карт на стрейф, пока что не знаю с каких. Нужно будет размяться на чем-нибудь и, возможно, обновить свое время, потому что рекорды у меня довольно плохие. Ну, кстати, почему бы не начать с этого. С первого раунда Lucy Cup, который недавно проходил, на котором я занял почетное третье место с конца, и все было довольно печально. Но я был доволен тем, что я хотя бы додумался того, что тут можно срезать. Правда, я не смог технически это вообще никак исполнить. То есть этот срез у меня получился один раз, и я дальше абсолютно запоровывал концовку, и все. В общем, запорол все, что только можно. Да, вот здесь вот даблджамп в этой панели, горочки, но у меня он так и не получается ни из-за скорости, ни из-за спейсинга между прыжками, ни из-за чего. Но зато со времен турнира мне удалось обновить свое время. Рекорд у меня был там 24 с хером, теперь уже на 23,9, что уже, конечно, немного получше. Но все еще очень далеко от идеала, но я доволен хотя бы потому, что я могу поставить это время без использования среза. Но я все еще очень плохо прохожу джампады, у меня очень плохой скрэви в начале. Типа, блин, что это такое, вообще 600-700. Ужасная скорость. Ну, сейчас раскликнусь, может, получше станет. Ну, а может быть и не станет. Посмотрим. Очень не понравилась мне эта карта из-за этих первых трех прыжков, но в целом, карта прикольная. То есть мне понравилось на ней поиграть. Будем честно, это было моей практически первой картой в дифраге. Потому что до этого я всего лишь играл сколько? Не знаю, недельку, может быть. Да, наверное, недельку я играл до этого. На порнстаровских картах, которые были, ну, такие себе. Все еще неплохие, особенно для начала, но в целом, конечно, такое себе. Ну, а вот эта карта оказалась довольно приятной. Эх, думаю, получится дабл джамп сделать, но нет. Это была первая карта, за которую я серьезно провел несколько дней. Хотя, ну, сколько? Я, в принципе, в субботу и до окончания турнира поиграл на ней. Ну, нет. Минус 150. Еще и скорость всю потерял на повороте. Не вариант. Проблема в том, что у меня довольно плохой сиркл джамп, в принципе, вот этот первый прыжок. Я его как-то не приучился нормально делать. Точнее, не научился все еще нормально делать. Я понимаю его механику, но у меня он почему-то упорно не получается. Вот прям максимально упорно не получается. На втором чек-конте даже в плюс вышел. Что-то... А, джампад засрал. Ну, ладно. Надо было далеко от рекорда. Чтобы засрать начало на сколько? На 150 секунд. Ну, секунд-миллисекунд. Такое себе, конечно. Но зато потом я прошел основную секцию быстрее. Но все еще в минус. Такое себе. Вообще, по-хорошему, мне нужно сидеть, дрочить. Начало до тех пор, пока у меня не получится срез. Нет. Опять вот из-за скорости у меня проблема со спейсингом между прыжками и... И это все ведет к тому, что я не могу сделать. Типу, за свое время, которое я играю эту карту, срез у меня получился, по-моему, раза три, наверное. И то, когда он у меня получился именно в последний раз нормальный, не было, по-моему, несколько дней назад, я тупо... тупо врезался в какую-то стену и запорол себе всю скорость, и все гарно. Нет. Нет. Это будет долго. В чем есть такая проблема, то что я почему-то часто на прыжок не нажимаю или нажимаю не по таймингу и запарываю себе все тем, что просто останавливаюсь. Блять, почему-то у меня тут клипы. Ай, блять. Отпустил все клавиши, засрал всю скорость. Ну, в принципе, было неплохо. Падение с рампа было прям очень хорошее. То, что 90 км в час сохранить не удалось. Точнее, как сохранить, набрать. То, что я упал в самое место стыка. А это дало прям максимальный прирост скорости для меня. Что довольно классно. Не. Промахнулся опять мышкой. Скилла, конечно, не хватает, пиздец. Но ничего. Рано или поздно получится. Опять же неплохая горка, врезался в стену, всрал 200 юпсов. Печали. Очень маленькая скорость. Здесь уже можно забить на нормальное прохождение. Ну, блять. Почему я стал так плохо проходить место после рампы? Это всегда было самым простым местом для меня. Но я стал вот так плохо проходить. Типа для меня самое сложное здесь это джампады. Ну, срез, понятное дело. Сразу после среза идут джампады. Потому что я ебал эти джампады. У меня с ними вечно какие-то проблемы. Я понимаю, как мне нужно в него зайти. Но я начинаю торопиться. Из-за того, что у меня ощущение есть, что я поставлю рекорд. И запараю себе весь этот джампад просто к херам. Каждый ёбаный раз. Так. Не-не. Ну, конечно. Да. Ну, с двести на концовке я засрал. На джампадах сколько? Двадцать я выиграл. Не, ну, концовка у меня здесь, конечно, типа вот в этом двадцать трюме концовка довольно хорошая. То есть у меня джампады довольно неплохо пройдены. И сама скорость на концовке была довольно хорошей. То есть я, по-моему, я на джампады прям залетел очень по прыжкам четко. То есть я снизу, на нижнем джампаде ни на секунду там не застрял. А сразу влетел в него на полной скорости. И плюс еще скорость. Ну, типа вот так вот я залетел сразу за прыжка. И здесь у меня скорость была при приземлении там. Ну, блять, конечно, столбы. Но при приземлении скорость тоже там была под тысячей юбсов. Что было довольно хорошо. Лучше, чем здесь. Мина один с полторы секунды, просто пиздец. Так вот умудряюсь. Где я? А, господи. Еще вот этот джампад меня пиздец триггерил, потому что я его перепрыгивал постоянно. Я хотел делать что-то вроде мини-серкла на нем. Чтобы большая скорость была наверх. Но... Получалось так, что я из-за серкла постоянно его просто тупо перепрыгивал. Я не знаю, зачем я рестартанную карту сейчас. Зачем? Зачем я это делаю? В общем-то, когда у меня разбивается... Развивается большая скорость. Ну, или хоть сколько-то большая. Или у меня все идет хорошо, я начинаю люто паниковать и творить хуйню из-за этого. Отпуская там кнопки какие-то. И так далее. Пусть я себе очень много каких-то таких рекордов неплохих запаровал. Просто тем, что я начинал как-то паниковать от большой скорости или еще от чего-то. Не так уж и плохо. По сути, даже в плюс, если вы считаете первый чек. Не, скорость хуевая очень, да. Да. Ну вот о чем я говорил, потому что у меня джампад. Прям, ну, очень плохо. Я улетел по очень большой какой-то дуге. Потом, пока я дошел до этого джампада. Плюс я на нем еще херово развернулись. Скорость там 600. Это вообще ни о чем. Не на джамп... Ой! Ну, в принципе, вот это, грубо говоря, и была механика среза, то есть... В принципе, я сразу, как зашел на карту и начал ее проходить, я сразу понял то, что... Вот на этом месте, вон, туда можно срезать. Вот так. Только я... Сначала я пытался это вот от этого уголка срезать. То есть я стрейфил, 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 прыгал вот на этот угол. И от этого уголка старался оттуда долететь. Это у меня более-менее получалось, но все равно выходило полной херней из-за своей нестабильности. На деле здесь нужно приземлиться как-то... Вот здесь и потом... Где-то, короче, у начала горки, и потом дабл джампнуть от нее туда. В общем, то, что у меня было сейчас, только полететь не вот так вот, как я полетел, а вот так вот, наискосок. Но вот эта херня у меня получалась очень редко. Три раза. И вот сейчас, можно сказать, четвертый раз, но и то это было, блядь, не по той траектории и абсолютно рандомно. Максимально неосознанно. Ничего. Рано или поздно получится, наверное. Самым бесящим моментом это было вот это начало, когда оно мне перестало резко включаться. Я просто минут 30 сидел, не мог до второго допрыгнуть. Я не знаю, почему я просто только уйти исцелел на этом на первом круге. И не мог допрыгнуть до второго. 24,7. Ну, блин, 24,7 это все еще лучше, чем мой старый рекорд. Типа, где-то 24,9 было, мне кажется, 24,8. Причем, я сначала прошел где-то на 28, ну, как сначала, после того, как я чуть-чуть хоть побегал, понял, что здесь делать надо, на 28. И потом я очень долго не мог из 28 выйти. Потом у меня получилось, я начал стабильно выходить в 27, по-моему. И вот с 27 мне было очень долго. Очень много попыток. Какие-то 25 были и так далее. Ну, как-то я с трудом в 24 смог выйти. И вот тут вот, в 24 часа я, в 24 часа, 24 секунды отправил. Но все равно, конечно, занял самые нищие таблицы. Ну, ничего. Я же всего лишь учился. Сейчас. Ну, скажем так, если бы я вот отправил это время, я был бы на 27, по-моему, месте или что-то такое. Ну, да, 27 место. Еее. Очень почетно. Очень круто. Ну, все еще. Довольно неплохо. Ну, да, вот так я пытался допрыгнуть. Ну, там нужно было прямо на самый-самый-самый уголочек попасть, иначе я не долетал. Возможно, с большей скоростью бы я долетал, но хз. Все возможно. Ну, со своей скоростью, с которой я проходил, я не добитал вообще никаким образом. Ну, вот опять же, вот здесь сейчас у меня был одиночный прыжок, а нужен был двойной. То есть я горки подлетел так, то что я от нее загустился, а до второго прыжка мне не хватило спейсинга между прыжками до этого. Что довольно обидно. Что довольно обидно. So достаточноhip. Пойдем. never, не побывай, пока вы подлжеете 나를 было напрасным. С CP Ну вот, да, у меня резко перестало получаться начало. Обычное дело для меня на этой карте. Могу на этом начале просидеть и 30-40 минут. Так, не допрыгивай до третьей платформы, я не знаю почему. Как-то скилла не хватает. Плюс 144, камон, серьезно? Откуда? Ну и засрал все джампадом. Классика, классика, классика. Второй джампад, мне все засрал. Ну плюс 144 неплохо в начале. Я здесь еще небольшую скорость, походу, развил. Ну и второй раз мы туда. Ну и за уголок зацепился, ну короче, классик. Еще не до конца понимаю, как на рампу падать, чтобы это было максимально... Ну, я понимаю, что нужно падать максимально в ее стыке с землей, чтобы получить самый большой прирост скорости, это я знаю. Я не понимаю, как мне увеличить скорость падения. Ну то есть то, что я видел в дампках, там, те, кто были выше, они головой ударялись в эту планку сверху, но я-то в них не могу попасть, точнее, как я попадаю, но не так, как хотелось бы. Ну, опять же здесь полтора часа такая по земле пробегусь. Это вообще не вариант. Не попал на горку, да. Но получается, что мы из-за этого думают, да. Ну, кстати, очень даже неплохо, очень даже близко к своему рекорду, 24, неплохо, неплохо. Очень долго падал, очень маленькая скорость после падения, плюс 0, лол, о, джампад, всё засрало, 5, минус 400, да, нижний джампад, конечно. Ну, минус 200 ещё концовка. Интересно, там снизу можно лолбак сделать? Было бы классно, если да, можно было бы чуть уголок срезать. Ну, блядь, вертикально меня отправил вообще, пиздец, и это без шансов. Ну, блядь. 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 Я тоже забываю, почему-то не нажимаю на прыжок. Я вроде как на него нажимаю, но нет. Ну, опять же, хуёвая горка очень. Ещё такая проблема, что я вообще не вижу стыка горки с землёй. То есть я интуитивно понимаю, где он более-менее, но глазами я не вижу, куда он нужен. То есть я вот не вижу, где этот стык сейчас точно находится. Что очень сильно меня печалит, конечно. О, мне в стенку влилось и ещё скорость просрал. Не правда ли? Вот, перелетел горку. Не попал, точнее, ну, вообще не попал на горку. Полностью перелетел. И врезался уже в землю, соответственно, никакого прироста скорости я не получил. увидим. Поехали! 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 горки ну что ж такое ладно еще раз дойду до конца потом какую-нибудь другую карту пока что эта карта мне за свое время достаточно дает другую побегать сможет какую-то новую которая до этого еще не бегал здесь пока что понимаю то что пока не выйдет среза я скорее всего очень мало вероятно что побью свой рек можно попробовать сейчас срезу зарычить мало ли у меня получится у меня еще такое ощущение что если мне получится срезать у меня в итоге не получится сохранить это преимущество я просто врежусь во все стены и засору собственно что у меня и происходило сейчас то что я делал какой-то трюк который у меня не получался все остальное то что у меня всегда получалось я полностью засирал от волнения радости всего такого так что он посмотрю конечно circle задрочить чтобы он у меня получше был чем то это говно который еще не делал плюс нет нет блин тут очень жестко надо в эту горку попасть не понимаю как не понимаю как у меня должна быть скорость и как мне на него просто попасть может демку посмотреть из-за даже за фрезер больше mata ну вы 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 Ну, вроде я попал хоть на горку, я почему-то не прыгнул просто. Стандартная проблема, на горку я вроде бы так попал. Минус 300 вначале, то можно сразу рестартить, нахер такое говно надо. Я это уже 300 секунд нигде не отыграю с этим финишем. То есть джампад у меня пройдено довольно хорошо, у меня реакирует. По примеру, кроме джампадов сама концовка пройдена хорошо, с очень большой скоростью. Спуткнулся обо что-то. Ёпта. Блять, я так не ожидал то, что это получится. Я, конечно, сейчас никакого времени с этого не выиграю, но я был очень удивлён то, что эта херня получилась. Я настолько не ожидал долететь оттуда. Бля. Просто пиздец. Я даже не думал то, что я долечу. Минус 700 вновь какой-то тон. Жампат, блядь, не попал. Окей, классик. Ну, минус 700, у меня скорость. Очень у меня скорость, да. Ладно, окей, попробуем пока немного другую карту. А тем временем, рекламная пауза. Рекламная пауза. Андрей Чези Масленников. Настоящий бакалавр. Почти как бакалавр Донковский, только бакалавр. А в будущем даже магистр роутеров и свопов. Посмотрите, какой Андрей Масленников. Посмотрите, посмотрите на Андрея Масленникова, какой он классный. Посмотрите, он даже был братарем в Челси. И фоткал кенгуру. И он даже не боится каал, и не боится взять в руки настоящих больших австралийских пауков. И утконосов. Поэтому, если вы старше 16 лет и вы ищете себе крутого парня, обращайтесь к vk.com.slash.chese или пишите ему в Директ, в Инстаграме. Надеюсь, у него есть ссылочка на Инстаграм. Чези ЦЗ, пишите туда. Вот, это настоящий парень вашей мечты. Обращайтесь к нему, он очень вас ждет. Все, рекламная пауза закончилась. Возвращаемся к дифрагу. Так. Где я хочу поиграть? Я хочу поиграть на... Сейчас, где она была? Вот на этой карте. Потому что... На ней я знаю, где я могу очень хорошо улучшить время свое. Но у меня просто технически это не получается. В общем, мне нужно вот здесь вот этот угол полностью срезать. Тогда у меня будет хорошее время. Затем мне нужно после среза угла срезать еще вот этот. Вот здесь вот все. И я еще не определился с концовкой. В общем, 23.9 это очень плохое время. Это я и там запнулся еще несколько раз на концовке. В общем, мне нужно опять этот срез реализовать. И реализовать срез на второй карте. Не карте, а помните. Типа даже, видите, у меня сейчас какие-то зеленые еще коинты идут. То есть, даже здесь я уже чисто на скорости выигрываю. Самая большая проблема, что если делать даблджамп от Кирилл, я ударяюсь головой в туннель. Чтобы этого не случилось, нужно приседать. Когда приседаю, я... Короче, хуйня у меня получается, когда я приседаю. Я теряю полностью над собой контроль и... Управление. Ну, посмотрим. Может, смогу здесь немного обновить время. Потому что эти 23.9 это я просто дошел до финиша. Только в конце врезавшись там... Ну, как врезавшись, я на своих любимых горках потерял всю скорость и обосрался от этого. Вот опять я начал паниковать от того, что все пошло довольно неплохо. Ну, да, типа вот такого среза мне нужно сделать. Тогда будет довольно неплохо. Основная проблема его сделать, конечно. Не вряд ли с ним в какие стены. Видите, уже плюс 300 можно на этом сделать. Даже при моем унылом стрейфе. Продолжаю биться головой в эту херню. Продолжаю забывать нажимать на прыжок. Ну, то, чем я говорил. Я когда нажимаю присесть, у меня начинаются лютые проблемы с расстоянием. Точнее, не только с расстоянием, а с air control в принципе. Я как-то очень сильно заворачиваю, впиливаюсь туда, куда не надо впиливаться. Меняет немного триггер. Почему тут минус 112 вообще? Не жаль, я настолько уныло прострейфил от начала. Пусть дойду хоть один раз до финиша, чтобы вспомнить, что здесь происходит. Вот на этом месте я здесь врезался в горочку и потерял очень много скорости, конечно, тогда. Ну, вот здесь вот, вот эта горочка. Короче, да. Ну, там уже концовка. Вообще, мне интересно. А можно ли срезать вот здесь? Мне кажется, это, конечно, очень резкий заворот. Там еще горочка такая неприятная. Так вот, и отсюда сразу сюда. Вообще, выглядит так, как будто бы это можно. Мне кажется, вот на этом повороте очень резко так завернуть не получится. Тут здесь еще горочка, в которую я, скорее всего, впилюсь. В то время, как вот этот срез, конечно, более простой. Мне кажется, самый простой вариант просто тупо вот так вот тут бежать. Но это меня не устраивает. Еще я физе вот насчет этого пути, насколько он быстрее или медленнее. Потому что я пробовал два раза пройти вот этим путем слева, когда его нашел. Я даже не знал, что он здесь есть. Я всегда бежал направо тупо этим путем слева. Но у меня выходило где-то на две секунды хуже, чем я обычным путем прохожу. И я не понимаю, зачем этот путь слева. Возможно, он быстрее, но просто умею. Не получается исполнить нормально. Как я понимаю, у меня должна быть либо скорость больше, чтобы я долетал сразу до этого островка посередине. Блядь. Запаниковал от того, что нажал присесть. Всегда паникую, когда приседаю всю свою жизнь. Ну, он плюс 256 при... Блядь, волбак вышел внезапно. Илюстрис, вот, можно спокойно делать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Он даже обрезался. Ай-яй-яй-яй-яй. Это наиболее лепую 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 лепию. Мне не хватает скорости Мне нужно либо попасть как-то на край своего, чтобы я мог туда нормально завернуть Либо мне нужна большая скорость, чтобы я сразу долетал до туда, до куда надо Ну, ни скорости, ни того Ни прыжка, блядь Блядь Блядь, не засрать бы Скорость влебал на горке Все, в минус пошел Просто 800 миллисекунд выиграл 800 И просто из-за ебучей горки опять я всю скорость свою всрал Вот да, о чем я и говорю Потому что я и в прошлом рекорде на этой горке всю скорость всрал 136 Нет, спасибо Блядь, все стены врезался, побежал, во все стены врезался В каждую стену я врезался, в которую мух потерял всю свою скорость Вот эта херня, которая меня триггерит на этой карте Это вот это вот такое зеркальное освещение стен Когда скорость развиваешь, она создает очень неприятное ощущение для глаз Да и для мозга в принципе Так эта карта выглядит на самом деле очень красиво Но вот это вот свечение стен Очень плохое Но карта мне нравится своим дизайном, она красивая Еще бы не было бы этих ебучих горов в конце, на которых я постоянно теряю всю свою скорость Было бы вообще идеально Я здесь уже очень много скорости потерял Опять же врезался во все стены Плюс секунда, блядь, и я падаю в эти ебучие дыры Сука Вот два рекорда я себе запорол вот этими дырами просто Ну плюс секунда, то есть я уже могу свое время минимум на секунду улучшить Ну это певец Ну да, скорость уже никакой Ну, блин, кстати, до этого момента все еще шел в плюс, что довольно забавно Мне кажется, у меня в рекорде у меня прохождение вообще длинным путем То есть без среза, скорее всего, сразу, ну, по полной огибающей этого прохода Что довольно херовый То есть уже на этом месте можно уже спокойно секунду выигрывать Блядь, не долетел Вот так вот, не хватает чуть-чуть Сука, уголок стенки врезался самый Скорость маленькая Субтитры делал DimaTorzok Что-то начало перестало включить Вот у меня на каждой карте наступает момент, когда у меня просто перестает получаться начало То есть вроде бы все хорошо Я вроде бы делаю все точно так же, как я и делал, но Ну, вот, блядь, а вот теперь, когда у меня, пиздец, не хватает скорости Мне хватило Постояние долететь Вот Все еще А, уже не идут плюс, жаль Я, кстати, возможно бы поставил рекорд сейчас Если бы я на горочке попал к ее основанию И получил буст скорости нормальный А, не, перелетел я Все, перелетел тут в конце горочку От этого я не получил буст Который я, скорее всего, получил на рекорде Твою мать, опять Минус Да ладно То есть я на концовке въебал просто Я въебал 300 Потом я въебал 400 Суммарно я въебал секунду 200 на концовке Вы что, серьезно? Как я проходил концовку, пожалуйста, можно мне? Мне реально, мне очень интересно, как я прошел концовку Что я так Что я сейчас полторы секунды от нее въебал Начало у меня умело и пиздец Среза нету Здесь Здесь, нет, здесь я все-таки срезал Срезал, хуево, очень много скорости потерял Окей Все точно так же Вот на этом моменте я начал терять Очень активно Почему? 1200 1200, 1300 Это странно То есть я выиграл 1200 на всех этапах И засрал концовку, что ли? Не хватило мне скорости на ней То есть, получается, на концовке мне нужно очень жестко попасть в горки Чтобы скорость там 1300 была, что ли? Или как? Я не понимаю, что от меня хочет Вся эта ситуация Это странно То есть я делаю плюс 1200 Ну, как я плюс 1200, плюс секунда 20 Что очень много Просто въебал ее на концовке Как так? Как так? Не понимаю Ну, в концовке на моей рекорде у меня скорость реально заметна больше Я, конечно, не помню, какой у меня сейчас был Но я думаю, в районе 1200 к финалу А там у меня 1300 было еще несколько прыжков Довольно большое преимущество, конечно Еще старт, блин Здесь, что ли, находится? Здесь Очень маленькая скорость Все очень плохо Прыжок не нажал В общем, я нажал не по таймингу Блядь, эти уголки Пиздец У меня, почему-то, на всех картах Очень триггерят все уголки Которые я могу зацепить Здесь я об стенку носом потерся Потерял всю свою скорость абсолютно Ну и в итоге, да, с 300 Ну и уже минус пошел Скорость маленькая Очень Мне нужно вот В самое начало этой горки попасть И в начало Точнее, в конец горок попасть Тогда я получу максимальный перевозок скорости И, возможно, смогу Улучшить свое время Споткнулся Что за звук вороны вообще В первый раз услышал На этой карте Скорость все всрал опять Ну да, такое себе Без ускорения карта проходить бы сейчас Красный стрейф Опять у меня стало начало получаться, что ли? Вроде более-менее Потерялся в стенах Срал всю скорость Блять, вот эти, кстати, уголочки В этом коридоре меня так бесили Я в них постоянно вырезался Сейчас я все еще боюсь, что я в них смогу Настолько плохо прошел эти комнаты Потому что, имея такой плюс Я в минус 300 ушел просто За скоростью Скорости не хватает Очень сильно не хватает Споткнулся Скорость потерял Минус 144, спасибо Обойдусь без такого плохого начала Очень, блять, неприятный Поворот для меня Для меня очень неприятная здесь Концовка Потому что очень много горочек На которые надо попадать На очень большой скорости Что у меня получается очень плохо Потому что я плохо себя контролирую На большой скорости Я начинаю паниковать Я, во-первых, перестаю вообще полностью в зону Попадать в ускорение И я начинаю от этой скорости терять А, во-вторых, я начинаю просто паниковать На этой большой скорости Да, такое себе Надо попробовать ближний срез сделать Возможно, не в этом-то, блять Плюс полсекунды Просто полсекунды плюс Блять, я Получается, на первых Двух поворотах Могу уже полсекунды выигрывать Я там, ну, пиздец, конечно Блять, не, мне кажется, этот срез Не получится Я бы, конечно, посмотрел бы демку прохождения Кого-нибудь Скилового чувака, но Мне очень лень сейчас искать демку на эту карту Потому что у меня их нету А искать и скачивать сейчас не хочется Блять На этом склоне Врезался Супер эти камешки Вот эта горка на нее Вот Вот это вот Сейчас так Я в него врезаюсь Скорость сильно теряю С него мне нужно еще прострейфить В идеале Копасть вот на самое начало этой горки Чтобы получить вот как я сейчас получил ускорение И еще вот сюда, чтобы еще ускорение получить Это, конечно, сложновато для меня Я думаю, для кого-нибудь профессионал Эта карта, конечно Очень смехотворная Потому что она прямая, как пробка Просто подходи и все Стрейфи себе и все Никаких проблем Даже интересно, на самом деле, какой рекорд на этой карте Потому что, мне кажется, на нем рекорд секунд 16 Не, ну 16 даже много Мне кажется, на нем Ее, наверное, быстрее можно пройти Бля, вот ради интереса Я найду все-таки рекорд на нее Сейчас посмотрим, какой рекорд на этой карте И по мне реально очень-очень интересно Так, на эту фраку нету рекорда вообще Окей Так, она Q3DF Че у нас? 20 Чего, простите? SPM 17 секунд 17 480 17 480 Рекорд на ней Ну хер, где я найду демку, я так понимаю, да? Потому что на дефракру нету А, нет, погодите-ка Погодите-ка Есть демка Хокса на 17.8 Сейчас скачаем, посмотрим Хокса, где ж ссылка? Я не зарегистрирован, у меня нету пермишена, чтобы его посмотреть Смотрите, поскать скачать, серьезно Ну ладно, значит не смеял посмотреть демку, но рекорд 17 17, то есть мне на 5 секунд хуже Ну, блин, в принципе, здесь очевидно то, что, ну, 5 секунд, это очевидно, стрейф гораздо лучше, чем у меня, особенно, ну, у Хокс, это понятно, стрейф гораздо лучше, чем у меня, у любого нормального дефрагера стрейф лучше, чем у меня. Кстати, если какой-то дефрагер нормальный посмотрит это видео и вдруг захочет научить меня нормально стрейфить и играть на оружие, особенно, потому что на оружие я вообще ничего не умею, пишите, с большим удовольствием поучусь у вас. Типа, вот этот стрейф очевиден, его делали 100%. Не, очевидно для меня, можно ли стрелять вот здесь, либо только здесь. Ну, здесь-то очевидно, а вот здесь, вот здесь такой резкий заворот, то есть, я не знаю, можно ли здесь так завернуть, чтобы вообще скорость всю не всрать, и можно ли там как-то прыгнуть, попав в горку, конечно. Еще мне интересно, какой же путь быстрее правый или левый, потому что я правый путь вообще не видел, я чисто случайно на него наткнулся, когда вредался и потерял всю скорость, и почему-то посмотрел в ту сторону и видел там тот путь. Мне почему-то кажется, что он, возможно, может быть быстрее, потому что он плохо заметен и он не очевиден, и возможно им пройти быстрее, но хз, там такой заворот, то, что, мне кажется, на этом завороте ты почему-то время не потеряешь просто. Ведь у меня перестало получаться начало. Классика, классика. В общем, какие проблемы с началом, почему я начинаю захлебываться на нем постоянно. Сука, я опять забыл на прыжок нажать, что же со мной такое-то, блядь. Ну, очень маленькая скорость, конечно. У меня скорости не хватит, ничего не хватит. У меня, наверное, не хватит. Потому что я понимаю то, что я могу на ней улучшить свое время И улучшить его очень даже неплохо Как минимум я могу его улучшить На секунду с копейками И меня это уже устраивает Если хотя бы его на секунду Ладно, будем начинать Если я на пару фреймов его ускорю Свой рекорд, я уже буду доволен И мне этого хватит Но все же Я понимаю, что я могу его улучшить очень сильно Мне нужно только не засрать Прям вообще все элементы на ней А я засираю просто каждый элемент на ней У меня начало хуевое У меня срез хуевый Концовка у меня вообще ужасная Ну ладно Все стены врезался просто Собрал Эти уголки Блядь Триггерит немного Корость конечно что маленькая Ну и ничего Ёпта Тит Я как-то рано начал заворачивать Врезался в уголок Очень рано начал заворачивать Это наверное очень увлекательно Смотреть как человек просто прыгает Очень увлекательно При условии то, что мои видео и так уже никто не смотрит много лет Это наверное никто вообще не посмотрит А если кто-то посмотрит до конца я не знаю вы больной человек наверное В мои видео и так никто до конца никуда не досматривал А этот Причем вы больной человек Нам лечиться надо скорее всего Собственно как надо лечиться и мне Считаю то, что я сейчас Так, а где я въебал 200 юбсов Что-то я не обратил даже внимания Я вроде шел нормально Там 900 И потом раз я смотрю У меня уже 700 Это я даже не заметил Потому что я скоро все потирал своим Так, настал этап Когда не получается начало Нормально Скорость конечно унылая Очень сильно Здесь я уже в минус пошел Еще и в яму упал Вот это может быть шанс Плюс секунда 200 Самая любимая Эти дыры Просто зачем они там нужны вообще Вот У меня часто вопрос блин К макерам Типа ну вот Нахера они это туда Поставили Вот просто ну вот Зачем эти дыры Там они же ну не нужны Абсолютно Слишком сильно завернулся В общем проблема в том Что если я попаду на горку Я блин Получаю высоту И эта высота мне Очень сильно конечно Время тратит Криво потеряю Скорость говно маленькая Очень Еще меньше Сейчас уже в минус пойду Да Минус полсекунды аж 128 Ужасное начало Еще так места на столе Мало Чтобы Хоть как-то мышку водить Прям пиздец Надо будет стол расчетить Коврик побольше себе Прикупить Место совсем печально Этот стол Этот стол Мой любимый стол Скорость Продолжение следует... Плюс 0.32, счёт очень плохой. Это я со срезом плюс 0.32 всего сделал. Неужели мне настолько была печальная скорость? Возможно, здесь ещё отчасти от того, что я постоянно пизжу и не могу заткнуться и сконцентрироваться. Ну, сомневаюсь. Мне кажется, дело всё-таки в кривых руках. Скилла не хватает, скилла. Ну, стрейк мне очень унывает, конечно. В зоны не попадаю, веду плохо, скорость набираю плохо. Вырезаюсь во всё, что не... Блядь, вообще может попасться. Ну, ничего. Все же когда-то учились. Звучит, как очень унылая отмазка, если честно. Блядь, ну это... Походу я попал... Блядь, я понял, почему я скорость теряю, мне кажется. Там же она со скосом, это железная балка, которая лежит. Вот мне кажется, что я, короче... Блядь. Короче, мне кажется, что я попадаю куда-то вот... А не, это даже... Не знает, как я скорость теряю. Просто за что-то цепляюсь, видимо, значит. Угу. Хе-хе-хе. Угу. Хе-хе-хе. 32 и то что у меня скорость было 700 а не 800 900 как обычно должно быть сейчас нужно было бы набрать 800 сохранить 800 900 нет я не смог удержать эту скорость абсолютно печаль так вот я набираю 800 и теперь нужно сохранить 800 пройти этот весь поворот в идеале конечно 900 но чё-то вообще никак я понимаю то что вообще могу спокойно этой карте время улучшить то есть мне нужно просто как-то вот не не засрать все эти элементы которые я делаю я серая абсолютно все эти элементы вот как это вообще может быть на фрейм быстрее я сделал стрейф гораздо сделал очень плохой стрейф и это вот на фрейм фрейм хуже на фрейм лучше ужас сейчас 900 я могу да вот и споткнулся об горочку минус 200 юбсов здравствуйте на было довольно неплохо вот если меня каждый ран будет таким это будет очень классно то есть 900 прям хорошо вписаться ни за что не зацепиться или это очень хорошо получается здесь а стенку притер не притер бы стеночку скорее всего мне бы хватило скорости но шестьсот это вообще днище как раз сейчас минус что-то Я не знаю, зачем я тупо вжал стрейф Это был довольно неплохой забег Я мог с ним что-нибудь еще попробовать сохранить, сделать Но нет Я зачем-то вжал тупо в стрейф И впилился очень, ну, по стену Слишком близко упал к земле Нужно было делать второй прыжок Но нет Блять, вот, кстати, вот эта вот тема, вот эта вот арочка меня очень сильно привилит вот этим вот своим скосом Потому что он не только здесь, этот скос еще и вот здесь вот в него точно так же впиливаешься, вот этот уголочек И вот в каждой этой арке я вот впиливаюсь в эти уголочки Это очень бесит Ммм, сука Слишком сильно завернул А жаль Хороший трай был Блять, не спрашивайте, что это сейчас было Я очень резко делал мышку, чтобы хоть как-то засоверить положение свое Блять, горочка Скорость въебал И еще здесь не прыгнул Я мог сейчас обновить время Я мог Ну, блять Вот эта тема Когда я выпрямил трубу в надежде как-то себя выправить Вот эти вот повороты мышка, непонятно как Господи, это очень уморительно было Очень криво и очень уморительно Перелетел Опять въебался вскоре, начал отсквертеть мышкой и еще и врезался в этот камешек Вот, блин, столько этих, на карте этих элементов, которые вот, я не понимаю зачем, но они бесят То есть вот эти камешки, эти дыры в полу, они просто запаривают кучу трайв, но при этом от них нет никакого смысла, они не несут никакого дизайнерского решения Вот эти трубы в полу, они несут дизайнерское решение, окей Да, они тоже, типа, могут мешаться Особенно в этой комнате сразу после поворота, где две трубы под 90 градусов завернуты Они бывают мешают, да, в них бывают врезаешься, вот в эти две, да Но, блин, камон, это дизайн здесь, это окей Но когда вот эти вот камни, блин, в арке просто, я абсолютно не понимаю, зачем они там нужны Это довольно странно Вообще, я до конца надеялся, потому что те дыры в полу, на прямой уже, в финише, они заклиплены зеленые Но они оказались не заклиплены Типа, мало ли, просто там дизайн, все дела Но нет, не дизайн, в них можно упасть И, к сожалению, то, что в них можно упасть узнаются именно тогда, когда ты идешь на хорошее время Вот, вот уголочек зацепил Свой любимый уголок Какой же у меня унылый североковый-то пост Какая же у меня еще унылая скорость Насколько же сильнее я не попадаю по зонам Насколько сильно я врезаюсь во все системы Ооо, господи Я никогда так часто не попадал в эти дыры, если честно Я за сегодняшний вот этот стрим Я попал в эти дыры больше, чем за все время, которое я играл на этой карте, по-моему Блядь, я никогда в них так много раз не попадал Че за говно Это уже начинает немножечко вот подвешивать эти дыры Это пиздец просто Не знаю, хоть качай мап-редактор какой-нибудь для этих карт Просто заделывай их И что их там не было Блядь, блядь, блядь Я думал, что у меня много разных карт поиграю Но я, блядь, пока не обновлю свое время Я с этой карты не уйду Вообще никаким боком То есть я, возможно, стрим даже закончу Не поиграв на других картах Но пока я на этой не обновлю хотя бы на фрейм Вообще никаких шансов Я ее не закрою Так, ладно Небольшой перерывчик А во время перерыва Так, алло Алло Захватывайся Почему он не хочет захватываться? Так, опять он захватил этот Захватывает браузер? Не захватывает браузер Почему? Так Так Во-первых, изменение сцены Потому что я ебал Ну, пойдет Хочу вам напомнить То, что Андрей Масленников Он же Чези Вот такой вот Альфа-самец В очках Липтон из Бургер Кинга Наушниках Просто посмотрите на него Вот этот Альфа-самец Вратарь Челси Он ищет себе девушку Поэтому Если вы девушка И же хотите себе Бакалавра Почти как в море утопии А в будущем Еще и магистра Сиднейского технического университета Который по знаку зодиака рыбы Между прочим Пишите Вк.com Слэш Чези Ибо в инстаграм Чези.цз В директ Прямо пишите ему Вот Короче, вот смотрите Он фоткает Кенгуру Паучков В Австралии Коал Он даже не будет содержать В руках настоящего Большого Паука Поэтому Если вам нужен такой Отважный Чемпион Москвы По ТФ2 Между прочим Чемпион Москвы По ТФ2 Который играл на ланах А еще он краснолюд Поэтому Если вам такой нужен Обязательно Пишите ему вконтакт И в директ Он будет очень рад Все, реклама закончилась Возвращаемся к ТФ2 Блядь Что-то у меня резко Пристало получаться Неужели это реклама Так воздействует на меня Вот, блядь Я сейчас дойду Я просто посмотрю Во что я врезался Блядь Вот Сука Я догадываюсь Во что я врезался Но мне просто Вот реально интересно То ли это Что я думаю Блядь Ладно Потом дойду Нет, ладно Сейчас Мне просто, блядь Очень интересно Вот Я врезался В то, что я думаю Или нет Да Да, да, да Я Я врезался Вот 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 В этот, блядь Пиксель Вот В этот пиксель Блядь Вот Он не дает мне идти Блядь Почему не сделать Арку шире Просто Или сделать Его выше Например Кстати Чтобы этот Свот Он Не так Триггерился По мне По архитектурной Задумке Это говно полное Что я хочу сказать Я не архитектор Но по архитектурной Задумке Это говно полное Хотя возможно Я так говорю Только из-за того Что я в это врезался А так бы я Про это не говорил И вообще Эта карта мне нравилась До недавнего времени Сейчас она меня уже Вызывает Тут и батхерты Ровно как Эти камешки В этом коридоре Но я хотя бы Под него не остановился Я хотя бы Добавил джам Сделал Это мне конечно Не помогло Потому что я потерял На этом всю скорость И не долетел До платформы Из-за этого Нам остаточнее Скорость Ебал Должно быть 900 А было 750 Идеально просто Скорость Вообще Нету Скорости Просто 700 На всем Этапе Не попал Классика Классика Такс Голок Зацепим Очень хорошая Скорость Была Насчет По спейсингу Не долетела Оттуда Пиздец Со спейсингом Умак какой Точно Не сильный В стену Врезался Окей 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 I got it Стало Очень много Врезаться В стены Эта карта Начинает Неверировать Немножечко Неверировать Неверировать Я не могу Слово Девять Уже Даже Недостаточно Завернул Ёпта Этима Все Врезал Да Сука Что ж Я так часто В эту яму Падаю Даже Потому что Со мной Не так Никогда Я так часто В эту яму Не падал У меня была Главная моя Проблема В том Что я терял Всю скорость На горке После вот Этих ям Как раз У меня была Проблема Потому что Я на той горке Я засасывал Тысячу членов Врезался В каждую горку И терял Всю скорость Теперь Моя проблема То, что я падал В яму В которой Я никогда До этого Не падал Это очень странно Мне кажется Что по ближней Траектории Нельзя будет пройти Надо будет Потом зарегаться На Кутри ДФ Скачать Демки Хокса Посмотреть Что он Там Все-таки У него Время Близкое К рекорду На Онлайне Удивлено Что Экарта Нету На Дефракру Считаю Что там Много Карт Хотя Может Я не В той Вкладке Смотрел Посмотрим Дефракру Рекорды ЦПМ Я же не ошибаюсь Мне нужен Рекорды По картам Откроем Все карты Будем По алфавиту По Порн 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 Нет Только вторая Порвайн Стар Два Только Нету В третьей Почему-то Ммм Сколько Мне 23.9 Бред Какой-то Не знаю Может Это я Тупой Может Скульт 3DF Можно С онлайна Скачивать Демки Или Только Если Их Выложили Наверное Нельзя Скорь Была Неплохая Но Что-то Я Закосячил Очень Сильно Конечно Хуйня В том Что Если Я Разгоняюсь Слишком Сильно Для Себя Я Перелетаю Но Не Долетаю До Платформы Я Либо Должен Разгоняться Еще Сильнее Чтобы До Него Долететь Либо Я Не Должен Разгоняться Так Сильно Чтобы Не Перелететь Второй Прыжок И Долететь Этого Уступщика И Это Немного Такое Себе Я Должен Либо Стрейфить Сильнее Чтобы Долететь До Него Либо Стрейфить Слабее И Оба Обе Этих Ситуации Для Меня Одинаково Хуёло Сильнее Стрейфить Я Не могу Слабее Стрейфить Я тоже Могу Стрейфлю И так Из всех Сил Сил Своего Скилла Которого И так Нет Абсолютно Йо Первые Три прыжка У меня Блин Всего Сколько Шестьсот Шестьсот Сорок Три Юпса Чё Это Такое Вообще Мне кажется У меня на Этим Прыжке Уже Должно Быть Хотя бы Семьсот Восемьсот Юпсов Блин Нет Если Не ускоряться Там То Очень Большая Потеря Времени Выходит Сука Блять Чё-то У меня такое ощущение Как будто я попал В последний пиксель Горочки И из-за этого Я по ней съехал Не успев прыгнуть Нормально Ну вот Сейчас это было Немного Триггерит Сучара Блять Я на самом деле Был Очень сильно Удивлён То что у меня Получилось Сохранить скорость Плюс Одна и две Секунды Йоу Я могу Поставить Время Лучше И сейчас Концовка У меня была Довольно Неплохая До тех пор Пока я Опять же На горочке Не потерял Скорость А потом Просто Споткнулся Собака Собака Немного И во всем И во всем И во всем Этом туннеле Набрать 900 Упсов Набрав 900 Упсов Я смогу Более-менее Хорошо допрыгнуть Там По идее Скорость Скорость Здесь потерял Тебе Я не понимаю Ну да Тут конечно Будут уже Минусы Ух тыж Че-то я Вообще не жалов Что я так Соберну там Очень маленькая Скорость Плохой стрейф Здесь На первую очередь Надо было Набирать Скорость Возможно Мне-то Охватило 9-100 Упсов Но я Почему-то Решил Ее не набирать Уголоч Спил Здесь Надо было Скорость Набирать Я ее Не набирал Сколько уж На этой карте Играю Сейчас Наверное Ёб Твою Мать Да Сколько Можно Эти Дыры Просто Ни одна Дыра В жизни Меня так Интерьерила Как вот Это Если не считать Конечно Мясных Дырок Но это Другая История Блядь Вот Я не попадаю в зону Я начинаю задумываться Насчет то Что я не попадаю в зону И за это Я начинаю Переставать прыгать И прочую хуйню Утворить Вот сейчас Когда у меня было 900 Я вообще Ни в одну зону Не попал Сейчас опять же Начал Неплохо Но Под конец Что-то Заложал Полностью Слишком сильно завернул Врезался уголочек Классик Ну вот опять же Я делал один прыжок Не хватает Что долететь Поэтому нужно делать два прыжка Либо скорость Наверное Больше развивать Тихо Зай даже Блядь Я представляю Насколько больно Человеку Который умеет Играть Смотреть на вот этот Стрейф Это Наверное Очень больно Когда человек Не попадает Ни в одну зону Мышку Хуёво Ведет Опять в какую-то Там стену Зацепился Всю скорость Проебал Сука Почему Вот опять же Вот Прыжок Нажал Но не прыгнул У меня такое Очень часто Прыжок 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 Скорость пиздец маленькая Ну, сейчас была хорошая скорость, просто я валить Очень плохо завернул Вот опять, опять я почему-то прыжок Я нажимаю, я чувствую, я слышу, как я нажимаю Но прыжок не происходит Продолжение следует... Зачем? Зачем я вбежал в эту стену? Зачем я в нее вбежал лицом и потерял всю скорость? Зачем я это сделал? Зачем я здесь во все стены врезался и потерял всю скорость? Ёптать! Опять! Большая скорость, неровная поверхность, я начинаю паниковать. Там сплошные горочки, уклончики. Я очень боюсь потерять там скорость и начинаю очень сильно паниковать. Вот если у меня 900 километров и 900 упсов, я могу заходить в этот поворот по ближней дуге, вот 900 и 700. Я могу заходить, а если 800, то мне нужно как-то по-другому прыгать, потому что с 800 я не долетаю к спейсингу. Не знаю. Была бы у меня меньшая скорость, я бы долетел до первой платформы, от него прыгнул на вторую и все было бы нормально. Была бы у меня большая скорость, я бы долетел сразу до второй. А вот с этой вот 800 средней я просто не долетаю никуда. Никуда, ни сюда. Я настолько сильно не ожидал то, что долечу до этой платформы, считаю, что я до нее никогда не долетал с одним прыжком. Чуть-чуть не вернул. Чуть-чуть не вернул. Чуть-чуть не вернул. Чуть-чуть не вернул. Чуть-чуть не вернулся. 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 Вот, блядь, сколько Два, три фрейма у меня Время улучшилось Я въебал 600 600 я въебал вот на вот этом моменте 600, ёбаный То есть, после того, как я приземлился перед горкой И потерял до 9 из 100 Всё, у меня всё было застряно Но я удивлён То, что я хоть как-то, блядь, смог его улучшить То есть, секунда Сука Секунду 100 я въебал Вот, на этой прямой Ну ладно, я улучшил время на фрейм Значит, я сейчас попробую ещё раз Забью на эту карту На ближайшее время Нужно от неё передохнуть Играть на других картах каких-нибудь Вот Было, кстати, хорошее прохождение сейчас, я считаю То, хоть у меня и было там большая часть времени в минус Но это было из-за того, что у меня В том подходе было хорошо Начало более-менее пройдено В общем, да Спаны в угол У меня были сейчас все шансы Да, здесь у меня было 1000 юпсов Теперь у меня здесь 700 юпсов Не, я, возможно, конечно, смогу наверстать Если я тут... Нет, не смогу Потому что я спотыкнусь Про всё, что я смогу спотыкнуться Ладно, всё, последний раз пробую Потому что я чувствую, что я могу очень хорошо На этой карте время улучшить Не, всё, хватит Окей, чуть-чуть улучшили В следующий раз улучшу её ещё побольше Потому что я знаю то, что я могу её улучшить Просто она меня уже подзаебала немного Хочу немного на этой карте побегать Она простая, кривая, но... Я на ней тоже могу достаточно хорошо улучшить время Но сначала Перед сменой карты У нас опять минутка рекламы Андрей Чези Масленников Бакалавр И уже скоро магистр роутеров и свопов По знаку зодиака рыбы Советую обратить на это внимание Рыбы Рыбы И он не женат Он сейчас живёт в Сиднее И учится В университете технологии в Сиднее Поэтому если вас заинтересовал Такой Посмотрите какой Свэк Мода Фильтры Низкое расширение Если вас заинтересовал этот человек И вы девушка Ну, ладно, даже если вы парень И он вас заинтересовал Пишите в ик.ком Слэш чези Либо чези92 в инстаграме Нет, это твиттер Чези ЦЗ в инстаграме В директ Можете ему слать сисечки Всё, что хотите делать Он фоткает кенгуруш Кенгуру классный И пауков И коал В общем, пишите ему Он Он классный Он ждёт Когда вы ему напишите Короче Вот, всё Так, возвращаемся К этому говну ебаному Карта до безобразия простая На ней есть много вариантов Как мне улучшить время Нужно просто Не упасть И не врезаться ни во что Что довольно просто Нужно только это сделать Блядь, мне не даёт покоя Предыдущая карта Не могу Я сейчас прямо сейчас Прохожу эту И думаю на той То, что Я на ней мог улучшить Очень хорошо время А улучшил всего На пару фреймов Имея при этом Блядь Секунду с копейками В запасе Улучшить карту Всего на пару фреймов И что-то после той карты Я не могу это нормально Проходить Я отвык Очень начало Мед Триггерит Видите Уже здесь Плюс 700 То есть Уже буквально На начале Можно 700 Миллисекунд Срезать Нет, скорость Маленькая Очень Вот Блин Карты Порнстар Они такие Временами Хуёвые Но при этом Они довольно простые Как по мне Для новичков И мне на них Из-за этого приятно Блядь Потому что На них Не нужно уметь Делать чего-то Блядь Невозможного Хотя на большинстве Срез Рейф-карт Не нужно уметь Делать ничего Его невозможного Будем честны Блядь Стена Хотя Плюс Секунда Три Что Довольно Неплохо Всю скорость Ебал Ну в общем Концовку Засрал Минус 400 В концовке Но уже Время улучшил Окей Можно еще Немного На ней побегать Не могу сказать Что эта карта Мне особо нравится Но Я просто понимаю Что я не могу Улучшить время Я хочу Улучшить хоть чуть-чуть Чтобы потом Его улучшить еще И таким образом Следить за Своим ростом В плане скилла Ибо это Очень классно То есть Я когда начинал Играть То есть Я сначала Проходил карту Да и в РЦ По-моему 2010 Года Или какого 2008 По-моему 2008 Где Короче На стрейф Нужно подобрать Мегахеллс Потом влететь В такой Зигзаговый Туннель Если Мегахеллс Не подобрать То ХП отнимет Убьет Точнее Прямо на самом Входе В этот Туннель Вот У меня на ней Был рекорд 27 400 27 900 И я вообще Не мог Ниже 28 Увести У меня не получалось Но потом Я вот буквально Сел После большого Перерыва И буквально Там с первой Второй попытки Поставил Время там В 24 С копейками Все понимают Что я немного В скилле вырос Во многом Из-за того Что сначала Просидел Прозадрачивал Карту Вот этого Люсика По первому Немного Там скилла На ней Поднабрался И плюс Сейчас недавно Еще Карту С пэдами Поиграл Пады Мне тоже Немного Скил Приподняли Чуть-чуть Лучше понял Механику С трейфом Хотя у меня Все еще Очень плохой Но благодаря Пэдам Она стала Чуть-чуть Яснее Почему я всю Скорость Ее бываю Ну кроме То что я Нихера В зону Не попадаю В общем да Улучшаю На этой карте Время И пойдем Кому-нибудь Другую Потому что Не могу сказать Что эта карта Мне особо нравится Но меня Очень сильно Бесит Второй ямой После Поворотов Уже Вот этого Вот вторая яма Я в нее Очень часто Проваливался Раньше И сейчас В нее Наверное Часто буду Проваливаться Че я делаю Я вообще Не понимаю Че я сейчас делаю Че-то мышкой Крутил клавишу Отпускал Как-то Жесть Я вам Аккуто творю Че-то у меня Стало все хуже И хуже Получаться Эта карта Блин Очень простая Конечно А нет Вот третья яма Меня бесит Это еще Вот более-менее Нормально Хотя тоже Тригерит Вот в эту яму Я так часто Проваливался Просто пиздец Здесь опять же Я мог дольше Разгоняться Ну че-то я И задумался И перестал Ускоряться Сука Стену Вот это кстати Была тоже Частая ситуация Когда я врезался В этот Выступ Зубчик И падал От него Прям Тоже Очень часто Даже если у меня была Неплохая скорость Мне как-то Не хватало Чтоб до него Долететь Расстояние Прямо 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 Продолжение следует... 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 Мне нравится эта карта своим внешним видом, она имеет такое прикольное фиолетовое свечение, немного приятное глазу, но очень яркое, конечно, но очень яркое. Мне кажется, на стриме она еще более яркая. Может быть, не очень яркая. Дефрак себя очень странно на стриме ведет. То есть, я когда смотрел, как у меня выглядит он, он, блядь, выглядит абсолютно не так, как он выглядит для меня. Видимо, игры 90-х годов очень себя плохо ведут со стримом. Под современный тридцом. Я вообще удивлен, что он, в принципе, запускается нормально, без всяких там хуевен, типа дозбокса и всего прочего. Как тот же Даггерфол, например. Потом еще сначала нужно поебаться с дозбоксом, и только потом, возможно, он у тебя заработает. Вот. Как заворачивать на высоте? Я не умею. Блин, интересно, а есть какие-нибудь карты на теорию стрейфа просто там для основных элементов, типа там даблджампы? И все такое, чтобы просто попрактиковаться именно в этих элементах. Было бы классно. Вообще, по-моему, есть. По-моему, у меня даже какие-то скачаны. Надо глянуть, что забудет. Трид хаос может быть прыгнуть. Вот как мне наверх залететь? Скорость больше иметь на горочку, по-другому прыгнуть? Или мне нужно вжимать не W, а стрейф клавиш? Вообще, кстати, по идее, да. По идее, нужно вжимать стрейф, а не W. Тогда я, скорее всего, смогу залететь. Надо попробовать. Осталось только в сам туннель попасть. Еее, 340 кипсов. Разгоняемся. Честно, я даже не гонюсь за рекордом этой карты никаким для себя. Я просто хочу ее один раз пройти вот до финиша, чтобы у меня было на ней время и чекпоинт. И чтобы я потом в будущем, ее перепроходя, у меня было с чем сравниваться. То есть, у меня вот просто хочется не поставить какое-нибудь время. Пусть это время будет минуту. Я абсолютно fine with it. Но даже минуту я на ней сделать не могу нормально. Даже 3 минуты на ней сделать не могу, потому что я не могу запрыгнуть нормально дальше. А после того, как я запрыгиваю дальше, если у меня это получается, я сосу на горках. ГОВНО, 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 ГОВНО. ГОВНО, ГОВНО, ГОВНО. Красавчик, гОВНО, ГОВНО. Блядь, вот эта рамка, блядь. Напрыгнул, но потерял всю скорость. Вот честно, хоть карту, блядь, в девмапе ее запускать и сейвпост делать и просто дрочить этот элемент, пока он мне не получится, чтобы посмотреть хотя бы, как он правильно делается Ну да, по идее мне нужно без W просто в стрейф сжимать, нужно только на горочку нормально попасть в нормальную скорость, тогда по идее я смогу завернуть наверх просто через стрейф Ладно, пробую еще пару раз и пойду, попробую Трикхаус, ничем, типа такой карты Ммм, просто Так Ну, Тайспойнт тоже, долетаю до последней платформы, иногда, но не могу долететь до финала Так, тататататам... И этот ригхаус здесь что ли? Или он как-то называется неадекватно? Эй, куда-то вернись... Так, ну это очень не бардоковские карты... Нет, нет... Блять, я помню, что я его качал... Я вот прям помню, как я качал его... Или нет... Надо глянуть... Трикхаус, трикхаус... Да, вот есть трикхаус... Точно не так... Трикхаус, бета-3... Вот так вот... А, он через единичку пишется... Блять... Тупая херня... Блять, я тупой... А, трикхаус, терапа, это вот одно слово... Понял... ОК, теперь он ее нашел... ОК, теперь он ее нашел... Здесь еще... Стрейфпад... А, ОК... ОК, комната со стрейфами... С падами почти... Так... Надо сейфпост здесь... Блин, эти пады я начинаю перелетать... Если я начинаю как-то сильно стрейфиться... Это меня немножечко... Бесит... Что я не могу стрейфить по ним нормально... Блять, вот... Если я начинаю разгоняться нормально... То я их перелетаю... Если я не разгоняюсь... То я... Блять... Ладно, давай попробуем просто на другой уровень... Вот этот, например... Почему он меня разворачивает этой стороной? Я не хочу этой стороной разворачиваться... Мне не нравится делать церкл с той стороны... Мне нравится вот с этой стороны делать... Мне так мышку гораздо легче вести, чем с этой... Что нет, спасибо... Ммм... Почему у меня на всех пэлах была проблема? Вон, с допрыгиваем до последнего участка... Здесь я их снова перелетать начал... Что ж такое? Сейчас снова начну перелетать... Да... Очень странные пады... Блять, вот... Начинаешь нормально разгоняться... Ты их перелетаешь... Не нормально... Не разгоняешься нормально... Не долетаешь до последнего типа... Окей... Перелетел... Сейчас снова я начну перелетать... Потому что у меня церкл получился хорошим... И я перелетел первый пэд... Это очень странно... После каких-нибудь других падов... Которые возможно... Полегче будут... Вот... На этих уже нету проблемы с недолетанием... На них есть проблемы с долетанием... Ну... И вот эти пады я прошел нормально... То есть где мне нужно было выкладываться... Именно... В полную силу... То есть на них мне не нужно было... Там как-то... Пытаться... Не перелететь... То есть на них мне нужно было просто наоборот... В полную силу стрейфить... Так что я понимаю... Что... Скорее всего... Да не скорее всего... А 100% нужно уметь стрейфить... И сильно и слабо... Чтобы проходить все карты... Но... Это очень странно... Когда ты начинаешь стрейфить... Чуточку сильнее... И ты просто перелетаешь все пады... Ну вот это уже нормальный челлендж такой... Здесь уже надо в зону... Очень хорошо попадать... Чтобы... Скорость нормально росла... Ну... Лиск-лиск к успеху... Ладно, окей... Я пошел на эту карту на пэдах все-таки прыгать... На пэдах я могу на других картах попрыгать... Здесь чего... В чем прикол? В чем прикол? Я не понимаю... Блять, вы заебали писать... Пожалуйста, отъявитесь от меня... В чем прикол... Этого... Эрстрейфа... Да? Эрстрейфс... Что от меня хотят? Что-то как-то долетел до туда... Да... Притом если я сдвигаюсь чуть-чуть дальше этого... А-а-а... А-а-а... Здесь этот, что ли? Звоб, что ли? А-а-а-а... Мне, типа, здесь... Что-то делает звобчик... А как это мне нужно сделать... Э-э-э... А-а-а... Нет... Я не понимаю... Что-то меня хотят... Не, я вижу, тут же здесь есть... Овербаунс... А-а-а... А-а-а... Ну, туалет... А-а-а... А-а-а... Ну, да... Вот... Меня оттолкнуло... То есть это был овербаунс... То есть у меня здесь должен быть... Э-э-э... Звоб, что ли? Я не понимаю вообще, что происходит... М-м-м... В пизоду... Я не понимаю, что-то мне хотят... Э-э-э... Э-э... 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 Вроде ничего нету... Чё от меня хотят, блядь... Здесь же... Вроде нету никакого овербаунса... Э-э... Чё... А-а... Двойной рокет-джамп... О-м-м... Но у меня нету рокета... У меня нет рокета... Или я когда лечу, мне дадут рокет... И не дают рокет... Или это мне нужно через гивол себе прописывать... Здесь тройной рокет-джамп... Я так понимаю, да... Тройной рокет-джамп... Плазма... Фристайл-рум... 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 М-м-м-да... Чё-то такое себе... Фристайл-рум... 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 Плазма... Ну да... Нет... Такое себе... А есть чё-нибудь? У меня была ещё какая-то карта... С Триксами... Не помню, давайте вот эту что-ли посмотрим, что здесь какие-то пэды вроде. Не понятно, здесь надо два прыжка места. Очень не люблю горочки, прям ненавижу горочки. Выпырка с телепорта надо делать нормальный. Понял. Кстати, выпырка с телепорта я тоже делать не умею, тоже херня, как-то надо научиться. Всю скорость, всю скорость потерял вообще, всю, всю скорость. Ужас. Бля. Да, с телепортом у меня все очень плохо. А это херня, которую надо бы уметь делать на самом деле. Я на самом деле поражаюсь, как у меня в первый раз при прохождении карты внезапно получается какое-то говно, потом я это говно очень долго повторить не могу. Отборочку скорее не получил. О-е-е-е. Маленькие пэды, как круто. Там же финиш. Можно я просто дойду, чтобы у меня было хоть какое-то время? Пожалуйста. Дайте, дайте, дайте до финиша, ребят. Лесенькие. Окей. Ну, в принципе, не сложная карта абсолютно. Нужно только научиться из телепорта выпрыг делать такой малый. Плюс 17 секунд, вау, вот это рекорд Вот это рекорд Плюс 17 секунд, вау Сейчас такой рекорд на этой карте Секунд 15, наверное 17, что-то такое Скорость я проебала Скажите мне, пожалуйста Плюс 17 секунд Окей, плюс еще секунда 30 Неплохо Ну, неплохо Ну, неплохо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь, на самом деле, если как-то влететь в этот уголочек Чтобы сделать даблджамп от этой торчащей штуки По-моему, будет очень круто Можно будет срезать именно все эти пэды Или хотя бы их часть А если здесь еще попасть нормально на горочку Можно еще больше срезать И набрать еще больше скорость Осталось только врезаться в начало этой горочки Да, это было совершенно не начало горочки Да, я очень плохо горочки прохожу Поставил какое-то время и хватит Не хочу на ней сейчас что-то играть Мне нравится Хочу на Fc на какой-нибудь карте поиграть Третий кап, первый раунд, окей Окей Я нападу Окей Граната А, я не могу здесь запрыгнуть Окей, газгра... окей Раз, два, четыре Нет Какую тайминку гранаты Раз, два, три, четыре Нет Раз, два, три, четыре, пять Блять, сколько? Можно мне еще? Спасибо Раз, два, три, четыре, пять, шесть Шесть секунд после того, как я выстрелил Примерно у него тайминга Ой Не прыгай Не прыгай Не прыгай Что ж Не прыгай Нет Значит Угу Сколько мне хочется На третьем джампаде уже Не надо поворачивать Окей Третий джампад Последний, значит Раз, два, три, четыре, пять, шесть Да, ёпт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ой, какой тайминг у этой гранаты-то. Раз, два, три, четыре. Окей. Не попал в горочку даже. Раз, два, три. Чего? Интересно, в эти люстры можно врезаться, когда летишь или нет? Если да, то это очень уныло. Да, что ж такое? Вот в эти можно врезаться? А, до них не допрыгиваешь. Окей. Звучит хорошо для меня. Раз, два, три. Окей. То есть примерно три секунды после того, как она пристала брынькать. Надо попробовать затаймить нормально. Так, это же косые стены с маленьким проходом, и очень бесит. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Нет. Раз, два, три. Окей. Раз, два, три. Быстро еще. Раз, два, три. Да, что ж такое? Раз, два, три. Так, так криво, так криво. Ну, плюс восемь секунд улучшил, рекорд улучшил, ничего не скажешь. Господи, этот второй, третий джампад. Раз, два, три. Да, ё-моё, что ж такое? Чего же мне так плохо с таймингами? Даже не за то, что я быстро считаю, я не понимаю, в какой момент меня начинать считать. Типа начало, это вообще меня не волнует, меня без разницы. Даже вот на джампаде запнусь на полторы минуты, плевать. Я просто хочу нормальную гранату затаймить, чтобы она была с первого раза. Еще, может, там есть где-то поверхность, которая граната сразу взрывается. Сомневаюсь, правда, в этом. Ой, забыл, потому что третий джампад там. Три-минус три секунды. Раз, два, три. Почти. Раз, два, три. Раз, два, три. Даешь. Раз, два, три. Раз, два, три. Я не понимаю, в какой момент он останавливается. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Плюс девять секунд, I guess. Рекордная декарь, наверное, секунд двенадцать. 1, 2, 3, дай 3 Эта каната взорвается медленнее, чем я хочу Я хочу, чтобы она взорвалась чуть быстрее 3 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 4 3 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 12 12 12 15 15 17 14 15 15 16 16 Я не знаю, зачем я крутился, вертелся в ней, почему-то мне так захотелось. Ой, забыл, забыл сторону. Опять. Раз, два, три. Нет. Раз, два, три. Окей. Со второй попытки. Попал на фред. Раз, два, три. Раз, два, три. Блядь, как же это плохо. Как же это плохо. Как же у меня плохо с таймингом всего. Играна. Раз, два, три. Да ёпта, как же она так долго взрывается. Надо посчитать время от момента выстрела, короче. Мне так будет проще, чем ждать, пока она там устаканится, пока она то всё. Раз, два, три, четыре, пять. Окей, окей. Меня устраивает. Всё, я думаю, на сегодня с меня Дихрага хватит. В общем, всем спасибо. Зак, спасибо, что посетили. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok